На месте нового Арбата раньше была заброшенная территория. Аким Туркестана Рашид Аюпов рассказывает журналистам о том, как в короткие сроки, а это меньше месяца, из мусорного участка построили прогулочную зону. Теперь здесь можно отдохнуть, проводить мероприятия и пользоваться бесплатным Wi-Fi. Суда ушло немного. Был заброшенный участок, плюс было изъятие, очень много мусора. Это все обошлось на 89 миллионов тенге. За один месяц мы полностью все построили, сделали. И вот восстанавливаем архитектурное достояние. В духовной столице страны круглые сутки ведется строительство объектов, говорит Аюпов. Один из них – амфитеатр. По мнению Акима, этот объект будет одной из достопримечательных зон. Все работы планируют завершить до 2021 года. Начиная с этого года уже, периодичностью будет оставаться амфитеатр на подходе у нас, визит-центр на подходе, восточная баня на подходе, центр бракосочетания, сон, музыкальная школа. То есть они потихоньку-потихоньку, по мере успеваемости, создаются. Параллельно мы уже завершаем строительство жильевых домов, аренную, которую должны обеспечить, в первую очередь, наградительных матерей, сирот. А вот и первый из завершенных объект. Яркий светящийся фонтан в виде лотосов. Инструкция имеет набор национальных казахских мелодий, во время игры которых струи фонтана ярко подсвечивают и реагируют на музыку. Высота струи достигает 15 метров. Это место за короткий срок стало излюбленным среди горожан и туристов. Только вот днем источник не работает из-за строительных работ, которые проводят рядом с участком. К слову, музыкальный фонтан построен на средства, выделенные Восточно-Казахстанской областью. Один из самых красивых объектов в городе Туркестан, один из первых, который запустили. Это подарок от Акимата Восточно-Казахстанской области. Бесконечно, конечно, благодарны населению Акимата Восточно-Казахстанской области. Недавно, например, приезжал Аким Туркестанской области и Восточно-Казахстанской области. Вместе открыли, запустили. Сейчас каждый день вечером запускаем. Здесь есть разные мелодии. Казахские, зарубежные, тюркские. И народу очень нравится. По словам Аюпова, все работы планируют завершить до 2021 года. Строительство ведется не только в центральной части города, но и за его пределами. В ближайшее время Туркестан готовится к приезду главы государства. Работы здесь ведутся круглые сутки. Планируется, что Касымшомар Тукаев ознакомится с ходом строительства новой духовной столицы страны. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова